Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов и сегодня я подготовил для вас очередной бесплатный прогноз с подробной и качественной аналитикой на матчи континентальной хоккейной лиги, где встречаются Сочи и Йокере. На создание данного ролика ушло немало сил и времени, поэтому, друзья, от вас я прошу простой поддержки в виде пальца вверх, тем самым вы помогаете каналу развиваться. Традиционно проведем с вами розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть 1000 рублей на халяву. Условия максимально простые, все, что нужно сделать, это быть подписанными на мой канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к этому матчу. Сразу скажу, что если угадавших будет несколько, победитель будет появляться рандомным образом, поэтому, если вы угадали точный счет, это еще не значит, что вы победили. Дождитесь, пока вас огласят победителем в одном из роликов, после чего с вами свяжется мой менеджер. Итак, друзья, давайте теперь вернемся к самому матчу Сочи и Йокере. Сочи в этом сезоне выступает далеко не самым лучшим образом, если мы посмотрим на последних 20 матчей, то мы заметим, что у них всего лишь 5 побед в основное время. Домашняя статистика ничем особым не отличается, за 21 тур они набрали всего лишь 14 баллов. При этом в этих матчах они забили 50 шайб, пропустив 72. Да и в целом в этом сезоне у команды очень большие проблемы в обороне, они пропустили 141 шайбу. И тем самым команда на данный момент находится на 10 строчке, имея в своем активе 30 баллов после 42 туров. Йокериджи сейчас занимает шестую строчку, при этом они сыграли всего лишь 37 туров, это на 5 меньше, чем у Сочи. И при этом у них в активе 46 баллов. Йокериджи в целом неоднозначен в этом сезоне, если мы с вами посмотрим на статистику за последние 20 матчей, то мы заметим, что они играют небольшими отрезками. То есть у них есть отрезок с победами, отрезок с поражениями и все это чередуется. Но при этом гостевая статистика у Йокериджи это очень даже неплохая. После 21 тура команда набрала 24 балла и по гостевым матчам занимает шестую строчку. В целом, если мы будем с вами, конечно, рассматривать эти команды, очень даже очевидно, что Йокериджи является фаворитом, потому что команда классом и уровнем игры повыше. Но есть также еще один фактор. И этот фактор очные встречи. За последние 10 очных встреч, если мы посмотрим на эту статистику, то заметим, что лишь один раз Сочи одержал победу. Четыре раза побеждал Йокериджи, это в основное время, и пять раз они сыграли в ничью. И в этих пяти играх один раз побеждал в овертайме Сочи. Итак, медлить мы здесь с вами с прогнозом не будем, но перед тем, как я его оглашу, друзья, хочу напомнить, что у меня есть также телеграм-канал, где я ежедневно делюсь бесплатными прогнозами как по линии, так и в лайве, поэтому если вам это интересно, переходите, ссылочку я оставлю в описании. Ну а моим прогнозом в этом матче будет победа Йокериджи с учетом ОТ и Гулитов, то есть победа в матче. Ну а если же вы, друзья, хотите поставить вместе со мной по лучшему коэффициенту, то я вам могу презентовать букмекерскую контору MLB. Это БК с самой широкой линией в СНГ, и там вы найдете любой сход и любой матч, который вам по душе. Ну а по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть пополняйте на 1000, получайте 2000, пополняйте на 10, получайте 20. Я думаю, это отличный бонус и никому он точно не помешает. Ну а победителя позапрошлого розыгрыша видите сейчас на экране. Ну что ж, друзья, это были мои мысли и мой прогноз на данный матч. Важно всех я еще раз попросил подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, поставить палец вверх, если вам понравился мой разбор. Ну и конечно же нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего видео. С вами же был Артур Романов, всем удачи и всем пока!